Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас программа на медицинскую тему, весьма серьёзную, важную. И вновь у нас здесь в студии, в студии «Открытого диалога» Фархад Азерович Шамилов, врач-онколог, заведующий отделением опухоли молочной железы и кожи Леберетской областной больницы. Добрый день! Добрый день! Вот у нас уже второй раз, я понимаю, что давно не виделись, но тогда я задал вопрос, повторюсь, наверное, потому что такое ощущение, что это как-то в отдельную такую историю выделили. Почему? Потому что какой бы сегодня специалист к нам не приходил, самых разных, ну, человек так устроен, у него много всяких органов, вот, так или иначе мы касаемся темы онкологии. Ну, такой вопрос повсеместный. Даже вот недавно у нас стоматолог был, мы тоже говорили об онкоскрининге, потому что есть, оказывается, и такая история. Но вот насколько сегодня молочная железа, и в данном случае о ней начнём говорить, потому что кожа отдельная история, это действительно такая проблематика, что пришлось выделить в отдельную историю? Да, действительно, это большая проблематика, естественно, потому что, ну, молочная железа является лидирующим заболеванием именно в женском населении, вот, поэтому, естественно, это большая проблема. А связано с тем, что увеличивается число, или оно как-то... Ну, так скажем, что число, да, увеличивается. Но здесь есть два момента. Один из моментов – увеличивается число за счёт чего? Либо за счёт лучшей диагностики, либо за счёт большей заболеваемости. Здесь тоже надо за этим смотреть. То есть некоторые люди просто не в курсе? Многие, да, многие бывают не в курсе, естественно. Поэтому программа скрининга, программа информирования населения, естественно, такие передачи, вот, как у вас, естественно, должно приводить к тому, что люди должны обращаться, женщины должны обращаться именно к врачам, к специалистам, к скрининговым делам, к скрининговым программам. Это, естественно, мемография, да, это ультразвуки для того, чтобы, если что-то выявляется, да, то, чтобы выявлялось это действительно на ранних стадиях. Потому что самое лучшее лечение, естественно, да, это, чем раньше ты нашёл образование, новое образование, тем проще его вылечить на ранних стадиях. Ну, и вот тут возникает такой вопрос, что, правильно, например, что вы призываете к тому, чтобы, даже если ничего не беспокоит, лучше всё-таки иногда, как часто надо делать, и в каком возрасте? Естественно, да, это женщины, естественно, это после 40 лет, это маммография, да, но я призываю к тому, чтобы начинать уже где-то с 30-35 лет посвящать, если ничего не беспокоит, если ничего не беспокоит, то посещать врача-момолога... Раз в год? Раз в год, да, абсолютно верно. Ну, на себя любимую, по-моему, пару часиков в год потратить, сделать маммографию, ультразвук, как бы получить все результаты, по-моему, ничего сложного нет. Нет, да, но тут, наверное, всё-таки психология работает, ведь вспомните... Ну, почему же? Женщины же к гинекологу ходят постоянно, к стоматологу ходят постоянно. Почему-то вот это считается, что это как бы обязательно, а это не обязательно. А потом вдруг выясняется гораздо, когда уже практически ничего нельзя сделать. Вот тогда отсюда вопрос возникает. Вот рак молочной железы, да, назовём это так уже, конкретно это заболевание, насколько сегодня оно распространено вообще в мире? То есть есть какие-то исследования, уменьшилось, увеличилось? У него же разновидности, наверное, какие-то есть. Да, конечно. Вот ещё раз говорю, он не увеличится и не уменьшается. Он идёт как идёт. То есть это... Он есть всегда. Он есть всегда. Да, он есть всегда. Просто, опять-таки, говорю, что, естественно, это выявляемость. Выявляемость. То есть если женщина обращается сама уже, то, как правило, это не бывает ранняя стадия. Это боль. Какие симптомы? Это не боли. Это новообразование в железе. Уже когда они видны, уже когда они пальпируются и чувствуются. Поэтому женщинам тоже самообследование никто как бы не отменял. Это тоже такая важная вещь, на самом деле, которая должна проводить себе каждая женщина. Если вдруг что-то не понравилось, что-либо, неважно что, вот просто что-то не понравилось, сразу же надо обращаться к врачу. Вот тут ещё такой вопрос возникает. Всё-таки женщины наши всё – это рождение ребёнка. Да. И вот я помню ещё в советское время, мы жили ещё тогда, ходили такие слухи, что вот если не рожать, то рака не будет. То есть я к чему веду этот вопрос? Наоборот. Да, вот наоборот. Ну или так, или наоборот, да. По-разному говорили. Если не рожать, то рак будет. Да. Что, ну, не вырабатывает, да, организм то, что должен сделать. Вот на сегодняшний день рождение ребёнка, оно как-то связано с возможностью получения вот этого неприятного заболевания? Ну, вы знаете, как это вопрос, конечно, очень сильно дискутабелен, но всё равно, естественно, при рождении ребёнка – это что такое? Беременность – это, естественно, гормональный всплеск. То есть, да, и, соответственно, по-своему… Он вообще на всё действует? Да, он вообще на всё действует. Естественно, во-первых, одна тоже из таких важных вещей, что сейчас уже как бы доказано, естественно, перед зачатием, естественно, лучше посетить врача. Посетить врача, посмотреть, сделать скрининговые анализы, сделать… То есть небезопасно или безопасно для вас это? Есть ли какие-либо новообразования, неважно, они доброкачественные или злокачественные, потому что во время беременности, да, естественно, повышается уровень гормонов. При повышении уровня гормонов может спровоцировать рост образования. И неважно оно какое. То есть оно может быть совсем не связано, да, с этой функцией деталобной? Да, там, фиброденома, фиброденома. Но учитывая гормональные всплески, гормональные всплески не превращаются, оно начинает быстро расти. Ага. Начинает быстро расти. И что там за этим пойдёт, как дальше, уже это, конечно, вопрос. Вот. Это каждый случай, естественно, отдельно его надо рассматривать. Но это же не означает, что если, ну, там, возьмём 30-летнюю женщину, да, которая приходит, вот ей же не скажут, что вот у вас есть новое образование, лучше вам не рожать? Или могут так сказать? Нет, почему можно сказать по-другому? Если посмотреть, что это за новое образование, смотря какого оно размера, собрать тщательный анамнез, посмотреть, есть ли у кого в роду такие вещи, да, уже у женского населения, вот, то можно предложить его убрать. А, то есть до того как? До того как, чтобы оно не провоцировало ни дальнейшего роста и дальше не представляло никакой, так скажем, ну, не то что опасности, да, а такого, ну, неприятного момента, всё-таки, зная, что ты живёшь с этим образованием, новообразованием, оно немножко будет точить, да. То это, естественно, да, будет точить. Естественно, поэтому здесь, да, вот такая картина. Хорошо. И с другой стороны мы прекрасно понимаем, что вы говорите, что это такой гормональный всплеск, да, и после этого для многих женщин, ну, тут уже я как просто любой так мужчина, они, что называется, расцветают, да, то есть были, да, вот после рождения ребёнка, и они немножечко начинают расслабляться, да, не сильно, то есть они всего, всю себя дают ребёнку, и не совсем с собой. Нет, я понимаю, что вы говорите, но не совсем так у нас, потому что именно для того, чтобы приходили к врачам, да, это должна, вот в советское время была культура этого, да, то есть сразу с работы отправляли на диспансеризацию, не прошёл диспансеризацию. Нет работы. Нет работы. Да, всё очень просто. То есть здесь всё было очень просто. Какая медицинская книжка, да? Да, 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 всё было очень просто. Сейчас я не могу сказать, что этого нету. Это тоже есть, да, но есть всё равно ряд категорий населения, которые как бы пренебрегают этим. И вот здесь, на мой взгляд, да, здесь нельзя этим пренебрегать, здесь лучше пройти. Лучше, вот это тот самый случай, лучше сделать, чем не сделать. Лучше сделать, чем не сделать. Ну, если, я не знаю, можно ли это в процентном отношении, к сожалению, онкология, она разная бывает. Вот если мы сейчас говорим о женщинах... Мы больше ожерелье, это 47%. Да, 47%. То есть это практически половина от всей женской онкологии. Да, да, да. То есть если человек идёт, женщина идёт к гинекологу, то она обязательно должна пройти и проверить. Мы молоды тоже, конечно. К сожалению, к сожалению, вот как раз к этому хотел подойти, к сожалению, сейчас рак молодеет. Молодеет. Вроде мы как с ним боремся, а он молодеет. Боремся, да, а он молодеет. С чем это связано? Ну, с нашей, наверное... С нашей жизнью, с нашими всеми реалиями. Это, конечно, развитие рака – это многофакторное такое... Это многофакторное заболевание. То есть это не что-то одно, которое приводит. Естественно, экология, стресс, еда, сон, немаловажно, потому что мы тоже сейчас сбиваем полностью все наши, так скажем, биоритмы, живя в большом мегаполисе. Всё время горит свет, всё время звуки, всё время... То есть... Не можем отключиться. Всё равно это приводит именно к стрессу. То есть постоянный стресс. Вот он и... Вот эти совокупность всех этих факторов вызывают онкологическое заболевание. То есть запускается механизм онкоклеток. Ну вот этот сам механизм. Я прекрасно помню, что мы говорили об этом, но тем не менее нам ещё и ещё раз надо об этом сказать тем телезрительницам, прежде всего, которые всё-таки так спокойно к этому относятся. Пока рак не свистнул, не буду уходить. Вот этот механизм. Почему он запускается? То есть в нашем... Грубо говоря, правильно я понимаю, что в нашем организме, как бы он ни был, сколько бы нам лет не было, и в мужском, и в женском, но по разным причинам, есть какая-то гадость, которая в любую минуту может вдруг неожиданно проснуться. Верно? Абсолютно верно. Почему она у нас есть? Это какое-то самоуничтожение у нас заложено, что ли? Ну, можно... Я не знаю, правда, кому этот вопрос задавал. Ну, да, да, да. Это, наверное, создатели. У нас это больше задать этот вопрос. Но есть. Но есть. Видимо, для баланса какого-то. Действительно. Ну, да, это, конечно, теория такая она будет. Немножко не про медицину. А литературная. Да, литературная, да, так скажем. Но у кого запускается, у кого нет, здесь вот тоже вопрос. Потому что если бы мы знали бы процесс именно запуска этого механизма, то, я думаю, ни одного онкологического центра на Земле не существовало бы. Просто не существовало. Поэтому это вопрос. Это вопрос от загадки. Есть две теории, так скажем. Это вирусная теория и иммунологическая теория. То есть вирусная теория понятна, все здесь просто. Как-то сразу страшнее. С иммунологией все намного сложнее. Потому что... От твоего иммунитета зависит. Да, да. Но почему иммунитет вдруг начинает запускать этот механизм? То есть здесь, скорее всего... Причем иногда в 20 лет, а иногда в 80. Абсолютно верно. Это тоже совокупность этих факторов. Они приводят. То есть, так скажем, ну, с вирусной просто не буду рассматривать, там все просто, все понятно. А вот с иммунологической... То есть смысл в чем? Что совокупность этих факторов приводит к резкому падению иммунитета буквально, там, может, на несколько минут, может, на час, может, на 10 секунд. И этого хватает. И этого хватает, чтобы запустить этот механизм. А что происходит потом? И, знаете, как... Если так сравнить, как вирус в компьютере. То есть мы смотрим, компьютер работает, все нормально, а почему-то... Ну, что-то с ним не то. Где-то что-то не так, да. Но пока мы не загрузим, там, грубо говоря, антивирусную программу, мы не поймем, что с ним происходит. Здесь примерно то же самое. Иммунитет просто не может распознать бесконтрольное деление клеток. То есть раковое заболевание – это бесконтрольное деление клеток. То есть нарушение апоптоза. И антидота такого нет у нас пока. со временем, вот так скажем, одной единственной таблетки, которую ты принял и... Остановил это все, да. Наш весь смысл борьбы со злокачественными образованиями, естественно, это перевод их в длительную ремиссию. Сказать от слова рак, что ты вылечился, то есть сказать, вот настое правило, вот насморк был, прошел и все. Мы тоже, на самом деле, о насморке тоже не можем сказать, что мы вылечились, потому что через полгода, или через три месяца... Опять повторится. Опять повторилось. Это что? Это как? То есть он, может быть, перешел где-то туда, потом опять возобновился, или это по новой опять все нашло? Здесь тоже есть такие вопросы. Поэтому вот именно онкологическое заболевание, мы добиваемся того, чтобы перевести это в длительную ремиссию. Вот здесь мы сейчас сделаем паузу, и уже конкретно о болезнях, и о том, как это лечится, и какие у вас есть способы сегодня, или как это поддерживается. Мы поговорим о второй части. У нас в гостях Фархад Шамилов, врач-онколог, заведующий отделением опухоли, молочной железы и кожи, тем более у нас еще кожа уже, немаловажный момент. Да, конечно. В Люберецкой областной больнице. Дождитесь продолжения. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях Фархад Шамилов, врач-онколог, заведующий отделением опухоли, молочной железы и кожи Люберецкой областной больницы. Итак, вот какие болезни сегодня рак молочной железы? Ну, я так понимаю, есть какие-то и другие еще варианты вокруг этого, которые плюс кожа. Что вы лечите в этом отделении? Мы лечим именно рак молочной железы. Мы лечим доброкачественные, начнем с простого. Доброкачественные и злокачественные процессы. Доброкачественные процессы, неважно, они хоть в молочной железе или на, так скажем, на поверхности тела, то есть на коже. На коже, да. Где-то бугорок какой-нибудь. Где-то что угодно. Как это называется? Что угодно. Гемангиомат, рома, там все что угодно, липомы. То есть это абсолютно не важно. Да, это категория доброкачественных новообразований. Есть категория и злокачественных новообразований. Мы их тоже лечим. Естественно, потому что отделение это онкологическое. И в первую очередь, естественно, все дело направлено именно на борьбу с онкологическими заболеваниями. То есть доброкачественные, это чтобы не допустить, чтобы оно стало злокачественным, да? А если злокачественное, то это уже поддержка. Ну, можно и так сказать, да, можно и так сказать, но как бы есть там свои варианты. Ну, доброкачественные все-таки... Доброкачественные – это не рак. Это не рак, да. Это когда можно что-то вырезать, отрезать, убрать, либо даже оставить. И на этом, да, или даже оставить, и на этом закончить. Но следить за этим, например, все равно приводить... То есть хирургическое лечение – это один единственный вид лечения. Все. А вот... А вот злокачественного образования, естественно, это намного сложнее, да? Если говорить про кожу, это меланомы, да, вот самое такое, да, базилиомы, базилино-клеточные раки. То есть... Это да, то есть есть более доброкачественные, есть более злокачественные, ну, так скажем, по степени агрессивности рака, так скажем, там тоже есть градации. Тоже есть градации. Тоже есть, что... Некоторые виды раков мы все равно отпускаем под наблюдение. Но это кожные в основном такие раки. Что касается молочной железы, нет. Здесь, конечно, все намного серьезно, жестче. Здесь лечение двух- или трехэтапное. Хирургический вид лечения – это один из видов лечения. В основном это хирургия, химиотерапия, лучевая терапия. Вот три основных вида лечения. И пока ничего нового не придумали? Есть и иммунотерапия. Иммунотерапия сейчас очень серьезная и очень сильно развивается, естественно. И у нее есть применение. Я сам иммунолог, у меня моя кандидатская именно по иммунологии. Поэтому я прекрасно знаю, что я говорю. Поэтому вам больше нравится, наверное, история иммунологического составляющей. Ну, так скажем, я к ней пришел по своим соображениям. Ну, хорошо. То есть вот сейчас мы подходим к такому сложному моменту, когда, предположим, в первой части мы рассказывали о профилактике, а сейчас уже коснемся, когда, к сожалению, установлено. Вот люди, естественно, начинают переживать и хоронить себя раньше времени. Что сегодня можно сделать, вот как вы говорите, в этом, в лечебном процессе, чтобы, ну, перевести это, я так понимаю, в ремиссию, правильно это называется? Да, естественно. Ну, я в первую очередь, естественно, это сказать легко, но сделать тяжело, но надо себя держать в руках. То есть диагноз рак – это не приговор. Вот с этим надо просто запомнить. Вот это раз и навсегда. Это не приговор, да, с этим можно побороться, можно полечиться, можно побороться. Ну, еще раз говорю, больше шансов, когда это все находится на маленькой стадии, да, так скажем, на первичных стадиях, да, чем бороться это там в третьей, четвертой стадии. Где уже, конечно, там уже намного тяжелее с этим бороться. Ну, вот давайте про первую стадию, если, да, на ранних стадиях. На ранних стадиях, да, ну, естественно, это про скрининг мы сказали, про биопси, там, весь необходимый комплекс мероприятий, все это понятно, но когда доходим до операции, вот, например, есть разные, как бы, вот, многие люди по-разному оперируют, да, то есть, я, например, приверженец того, чтобы выполнять все равно органосохранные операции. То есть, здесь тоже такой для женщины это большой и немаловажный фактор. Да, то есть, сохранить орган. Да, сохранить орган, то есть, да, так скажем, выполнить туморектомию, выполнить биопсию сигнального лимфоузла или, там, лимфоаденоктомию, в зависимости от поражения лимфоузлов. Раньше просто брали и отрезали, и все. И считали, что это... Раньше был сверхрадикализм. Да, то есть, всегда мы, когда что-то начинаем, мы делаем всегда много, потом тихо-тихо понимаем, что это много, и идем на более-меньше, меньше-меньше. То есть, как бы... То есть, такая возможность сегодня появилась. Да, 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 она и есть, я, как бы... Если есть хоть один шанс сохранить орган, я его сохраняю. Да, я его сохраняю. Что, вот, например, из нового появилось у нас за, так скажем, подведем итог за год, да, так скажем, да, вот, наверное, вот это более интересно. За год, значит, что у нас появилось? У нас появилось то, что мы стали выполнять биопсию сигнальных лимфатических узлов. То есть, вышли на мировой уровень, то есть, как в мире сейчас делают, мы точно так же делаем. Это что такое? То есть, вводится специальный радиофарм препарат, то есть, для того, чтобы не удалять все лимфоузлы, да, что может приводить к осложнениям, да, то есть, здесь надо четко понять, есть ли пораженные лимфоузлы или их нет. Вот для этого вводится специальный радиофарм препарат, потом специальным устройством во время операции, который реагирует именно, ну, так скажем, как металлодетектор работает, да, здесь то же самое, тот же самый аппарат, который реагирует на, так скажем, радиацию, да, и мы вот находим этот, во время операции нахожует сигнальный лимфатический узел, убираем их и отправляем на гистологическое исследование. После чего нам дают, так сказать, заключение, есть ли поражение в них или нет. Если поражения нет, то, естественно, мы больше ничего, как бы, не делаем, да. Для чего мы это делаем? Еще раз повторюсь, потому что для профилактики лимфостазов, для профилактики осложнений, потому что все равно в 20% случаев есть осложнение после тотальной лимфоденоктомии. Пластика, что касается, даже если есть те варианты, когда приходится убирать все-таки молочную железу, но для женщины все равно это не приговор. То есть сказать, что как-то женщина будет себя ущербно чувствовать, нет. Мы тоже на абсолютно современном уровне. В нашем отделении выполняются полностью и реконструктивные операции, да, то есть по восстановлению, все. То есть в этом плане женщина себя не будет чувствовать ущербной. Хорошо. А как доступность и насколько сегодня много людей обращаются? Как этот вообще процесс происходит? Людей обращаются достаточно, достаточно много, да, и доступность, я всегда доступен. Мне всегда есть какой-то запись. Естественно, да, есть сперва поликлиника, в которой первоначально попадают пациенты, куда, да, или, допустим, приходят сразу ко мне на прием, я их направляю в поликлинику. То есть здесь в зависимости от... Но все равно, без первичного поликлинического звена, естественно, попасть в стационар, это сразу невозможно. Пациентка проходит все необходимые исследования, все необходимые там мероприятия для того, чтобы попасть в стационар. После того, как попадает в стационар, все, выполняем все свои действия, даем дальнейшие рекомендации. Да, естественно, при органосохранных операциях это лучевая терапия, но она будет в 100% случаев. Да, при мастектомии, то есть удалении полностью органа и непоражении, непораженных лимфоузлов, то тогда лучевой терапии не будет. А вот само, вы сказали, оборудование, мы услышали, да, что-то новое. Да. Все есть, что необходимо. Все есть, полностью все есть, полностью все имеется. Вот в прошлом году, в прошлом году, да, мы все закупили, все сделали, начали и биопсию сигнальных лимфатических узлов, поэтому у нас полностью все есть. Все импланты, экспандеры, все полностью, все у нас есть. Ну, еще такой вопрос, может, тоже такой литературный назовем его, да, все-таки вы сталкиваетесь, мало того, что сама пациентка, как правило, ну, даже самые крепкие все равно нервничают, но такое, да, это и родственники, переживания, ну, все у нас, то есть они на вас смотрят, как на такую последнюю инстанцию. Я к чему веду? Кто сегодня, вот, вы, ваши коллеги, потому что, ну, когда действительно есть уже проблемная история, вот, вы, как бы, на последнем, так сказать, последний шанс для многих. Психологический портрет человека, который сегодня работает вместе с вами, ваши коллеги, кто ваш, кто работает в качестве персонала, кто эти люди, там же надо еще и психологически выдерживать. Естественно, да, у меня, у меня очень хорошая опытная команда, поэтому врачи тоже очень высокой квалификации, поэтому с этим проблем нет. Естественно, каждый врач, в первую очередь, да, это хороший должен быть психолог. Да, это, грубо говоря, как вы, вот, допустим, придете к врачу, вы же как-то должны, он же что-то должен как-то сделать, то, чтобы вы ему доверились. Ну да. Да, то есть доверить себя однолюбимого, кому-то там что-то это, ну, просто так это не получится, да, то есть человек должен вызывать и доверие, и все там, показывать себя настолько профессионалом, чтобы это было, чтобы это было легко сделать. Естественно, естественно, да, это одна сторона вопроса. Конечно, многие пациентки приходят, так скажем, тем более это и женское население, да, то есть, естественно, с психологическими, так скажем, притязаниями, да, естественно, из-за этой болезни, все там. Ну да, для многих сменяется жизнь. Поэтому, естественно, в первую очередь, это надо правильно ввести состояние пациентки до того, чтобы она правильно и адекватно могла оценить собственную ситуацию и как с этим дальше бороться. То есть, это не повод для того, чтобы там расстраиваться. То есть, не то, что расстраиваться, потому что это конец жизни. Нет, это не конец жизни. Далеко не конец жизни. Если с этим правильно бороться и иметь правильный настрой, что на самом деле очень важно, и самого пациента иметь правильный настрой, то действительно успех гарантирован. Ну и вот так еще хочу, чтобы мы вновь донесли эту информацию. Вы уже говорили об этом. Что если еще там лет... Ну, опять же, возвращаясь в советское время, когда люди слышали слово «рак», это, знаете, все. Значит, готовимся к похоронам. Чего же там греха таить? Такая была столь. То сегодня... Я вам просто... Да, и вот... То сегодня нет. Сегодня нет. Почему? Во-первых, по инструментарию, по оборудованию, по науке... По технологиям. По технологиям. Мы, естественно, шагнули. То есть, если сравнивать даже 80-е, 90-е годы, и сравнить сейчас, даже далеко идти не надо. Вы вспомните, когда был первый мобильный телефон. Да, уже на нашем веке это было. И было это совсем недавно. То есть, какие они были? Вот такие здоровые, как кирпичные, так скажем. А сейчас? А сейчас? Как мы шагнули вперед? Соответственно, и в остальных отраслях тоже шагнули вперед. Естественно, наука и человечество не стоят на месте. Ну, и остается нам сказать, что все это происходит у нас не где-нибудь, а в Люберецкой областной больнице. И если в поликлинике вам посоветуют или как-то будет необходимость в этом, я имею в виду уже качестве лечения или, по крайней мере, консультации, то вы вот можете с Фархадом встретиться. И мне еще такой вопрос возникает. Пациентки, которые выпутываются из этого дела, у вас есть какая-то обратная связь с ними? Да, конечно. Да, вы как-то же их держите на контроле? Да, конечно. Мы всегда на связи. Я со всеми всегда на связи. Я говорю, всегда, мои двери всегда открыты. Я говорю, пожалуйста, независимости, там, поликлиника, не поликлиника. То есть, да, если вы хотите какую-то личную консультацию или вам что-то непонятно, да, то, пожалуйста, всегда приходите. Всегда мои двери открыты. Архат Азерович Шамилов, который был у нас сегодня гостем, врач-онколог, заведующий отделением опухоли, молочной железы и кожи Люберецкой областной больницы. Это наша вторая встреча. И уже, думаю, что даже за этот год уже что-то изменилось, потому что много нового. мы сегодня с вами услышали. Но старое только одно, что нужно все-таки профилактический осмотр проходить, несмотря ни на что. Конечно. Вот призываю всех женщин именно раз в год себе любимой посвятить пару часов времени. Всего лишь. Всего лишь пару часов. Всего лишь пару часов времени. Спасибо большое. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова